Леонид, фермер богатырского телосложения, был рассудительным и экономным хозяином, копеечка рубль бережет, приговаривал бородач, аккуратно насыпая просо жеребцу, рачительный, какой ты, люнечка, улыбнулась в ответ молодая супруга Анастасия. Хрупкая светловолосая девушка, с роскошной косой ниже пояса, казалась девочкой рядом с огромным парнем. Помнишь сказку про дюймовочку, которую хотели насильно выдать замуж за крота? Она ела ползернышка в день, но за год это уже аго-го. Я вот тебя увидел и сразу подумал, что такая малышка много не съест, зычно засмеялся громадный фермер Люня. Могу, как дюймовочка зерна пересчитывать, ткать, прясть, вязать до утра. Почему же ты меня не заставляешь? Сделав максимально серьезное лицо, спросила Настя. В глазах девчонки сияли смешинки. Нет, Настенька, ты, отличный ветеринар, и нужна моим лошадкам, коровкам и свинкам, Люня не успел улыбнуться, у него зазвонил мобильник в нагрудном кармане, выскочив, едва не угодил в бочонок с медом. Ну, ладно, я пока проведаю Буяна, что-то мне его шерсть в последнее время не нравится, и Настя заторопилась в конюшню, где стоял их племенной конь. Лицо Леонида помрачнело, он едва смог закончить разговор. Опять эти постоянные отлучки жены в самый отдаленный угол хозяйства, на конюшню. Недавно он решил проверить, почему Настя так зачастила туда и, проследив за ней, успел заметить краем глаза скрывшуюся за углом тень. Он не рассмотрел, что это было. Но парень имел отличное зрение и был уверен, что-то здесь не чисто. Тень не давала Лене покоя ни днем, ни ночью. Парень, женившийся всего два месяца назад, едва сдерживал волну ревности и гнева. А Настенька продолжала бегать к Буяну каждый день. Леонид нашел техничное решение. Не в силах больше мучиться подозрениями, мужчина установил в конюшне камеры. Никакие тени теперь от него не скроются. Наконец-то все выяснится. Пристроившись около кадушки с медом, Леонид включил программу наблюдения в сотовом телефоне, цепким взглядом пожирая экран. От увиденного он побледнел, сердце люней бешено заколотилось, вырываясь из груди. Благоверное склонилось над лежащим в стогу сено мужчиной и что-то делало над ним руками. Белый свет померк в глазах парня, он был готов разорвать соперника в клочья. Не помня себя, в мгновение ока мужчина оказался на конюшне. Ворвавшись, он заметил, что жена так разошлась, что уже и кофточку сняла. Все трое застыли на мгновение на месте, фермер сжал огромные кулачищи и бросился к лежащему мужчине. В стогу лежал Валерий, несколько минут назад поведавший Настеньке свою историю, всю жизнь жил бабылям. Не надеялся уже на брак, тем более ребенка родить, 60 лет уже, спокойно говорил Валерий. Всего лишь несколько дней назад я считал себя бесконечно счастливым, женившись на Елене, школьной поварихе, она показалась мне ангелом, продолжал школьный учитель. Елена, дама бальзаковского возраста, приехала из соседней области, где осталась ее пожилая мать. Работы там не было, малюсенький домик без удобств, и, никаких перспектив. Вот и отправилась Елена искать счастье в город. Еще недавно она жила в областном центре, снимая квартиру на деньги, оставшиеся по наследству от третьего по счету 80-летнего мужа. Старый прохиндей оказался с пятью женами за плечами и с восемью внуками. Осталась она у разбитого корыта. Деньги закончились, а квартира ей не досталась. Но в 50 все только еще начинается. Желание горело в груди Елены, ей обязательно подфартит. Жизнь так ничему и не научила ее. Она решила вновь отправиться на охоту и найти четвертого мужа. Познакомившись с простым учителем Валерием, по привычке глянула на руку. Кольца на пальце не было. Елена тут же взяла мужчину в оборот. Нелегко ей пришлось. Валерий привык к одиночеству. В молодости невеста не дождалась его из армии. Будущая теща прислала на службу фотографию, где Оксана стояла с огромным животом и в обнимку с каким-то парнем. Валерий еле пережил измену, чуть домой не рванул. Друг удержал. Парень попросился на крайний север, где и демобилизовался. Он не смог забыть свою любовь, навеки осталась предательница в его сердце. Так и прожил одиноко всю жизнь, посвятив себя детям. Не знал солдат, что Оксана носила его ребенка под сердцем. Ксюша, девочка моя, подожди, сюрприз сделаем. Потом скажешь, поедешь к нему на свиданку, еще и в отпуск ему дадут. Мать уговорила не сообщать радостную новость. А когда приехал двоюродный брат, все сфоткались вместе, счастливые. Зоя Михайловна отослала этот снимок жениху в армию и написала письмо, чтобы разлучить с ним дочь. Она считала, что парень-сирота, выросший в детдоме, ее дочке не пара. Все-таки Оксана из приличной семьи, а это ее увлечение, всего лишь ошибка молодости. Не ведала Зоя Михайловна, что сотворила с жизнью дочери. Оксана искала Валеру, ездила в часть с ребенком на руках, но его там не было. Так и не связала молодая женщина судьбу ни с одним мужчиной, растила сына и плакала в одиночестве. Мать на смертном одре призналась Оксане в страшном грехе. Оксана, доченька, люнечка, нет мне грешницы прощения. Не бросал тебя Валера, это я ему небылица написала, что спуталась ты с первым встречным, забеременела, скоро родишь и не ждешь его из армии, голос старушки дрожал и прерывался, там, в комоде возьми фото, такое же я ему в часть послала. Может быть, удастся тебе, люнечка, внук мой, отца найти. Оксана молчала, потрясенная, она не могла простить мать, не в силах осознать услышанное. Да ничего уже не исправишь, неизвестно, где и с кем теперь живет любимый человек. Валерий же был на седьмом небе от счастья после свадьбы, пока молодожены не отправились в путешествие. Перед поездкой Елена уговаривала супруга оформить ей дарственную на дом, «Валерочка, мой хороший, нужно подумать о нашем будущем». «Я, твоя жена, ты ведь старше меня, случись что, замучаешься наследство оформлять, да и дорого это все. Нужно сейчас дарственную на мое имя сделать. Ну, конечно же, с правом твоего пожизненного проживания. И тебе хорошо, и мне», ворковала Елена, обхаживая очарованного молодожена. Женщина стала хитрее, она не собиралась больше ни с кем делиться имуществом. И Валерий оформил дарственную на жену, полностью доверяя очаровательной поварихе. Но судьба вскоре расставила все по своим местам. В свадебном путешествии супруги гуляли в горах национального парка, вдруг земля глухо загудела, задрожала, и сверху сорвался огромный валун, «Леночка, берегись», — буквально в последнюю секунду Валерий успел отталкивать, столкнуть любимую, избавив ее от верной гибели. Самоотверженный герой пострадал, не успев увернуться от удара камня. Окровавленный, теряя сознание, он успел услышать слова жены, «Хорошо, что дарственную с тебя взяла, теперь хоть дом продам, деньги будут», Елена брезгливо обошла окровавленного мужа и удалилась, не позвав кого-либо на помощь. Однако Валерий выжил, очнувшись, он умылся в горном ручье и вышел к людям. Утром Настя обнаружила незваного гостя с пробитой головой на конюшне, жующего овес из кормушки буяна. «Что с вами, боженька милостивой, да подождите же, я же вам сейчас человеческой еды принесу и попить принесу». Одну секунду, Анастасия не могла прогнать раненого человека, она кормила его и обрабатывала рану на голове, ожидая, когда силы Валерия восстановятся, и он сможет уйти. Леониду Анастасия ничего не сказала. Зная прижимистый нрав мужа, девушка опасалась, как он отнесется к затратам на еду и лекарства для лечения Валерия. Слезы покатились из ясных светлых глаз люней. Этого он не ждал от судьбы и даже не смел надеяться на такое. Он ворвался в конюшню как раз в тот момент, когда Валерий рассказывал Насте о своей нелегкой судьбе и о потерянной любви. «Всю жизнь я ношу это фото с собой, вот и сейчас он крепко сжимал снимок в руке, показывая его ошарашенной Насте, вот она моя любовь, Ксюшенька ее имя». Ничего не понимающий Валерий переводил взгляд от онемевшей Насти к шокированному Леониду. Парень бросился к нему, крепко сжал в объятиях, и произнес невозможное и какое-то странное слово «отец». Он узнал знакомый снимок. Настя смотрела на фото и видела на нем молодую беременную свекровь и ее мать. Такого не может быть, но этот мужчина называла Оксану Владимировну потерянной любовью всей жизни, которую он так и не смог забыть. «Сейчас, папа, я тебе тоже кое-что покажу, и ты поймешь, Л плюс Юня стримглав ринулся домой и принес точно такой же снимок, всем все стало ясно». Они обнялись и расплакались втроем после пережитого эмоционального взрыва. Леонид отправился за мамой. «Ну, разве такое может быть? Посмотри, мама, Валера пришел, сбылось, о чем-то говорила, Оксана была вне себя от счастья». Она крестила Валерия, Люню, Настю и вспоминала покойную мать. Почти 40 лет она ждала своего парня из армии. А теперь судьба подарила им это чудо – жить вместе одной крепкой семьей. Валерий был по-настоящему счастлив впервые в жизни. Он обрел любимую женщину, родного сына и замечательную невестку. Теперь можно оставить позади неприятности и ждать внуков. Оксана простила мать, она прислушивалась к музыке в своей душе и привыкала жить счастливо. Елену выгнали из дома с позором и с полицией. Она получила судимость за оставление человека без помощи в опасном состоянии. Теперь у знойной дамы практически не осталось шансов разбогатеть в ближайшее время.